Всем привет, я Ванечка СобакЛюб и сегодня поговорим о фотографировании животных, ну на примере, конечно же, собачки. Собственно, собачек и животных я хотел фотографировать уже давно, ну за денежки, конечно, однако из-за проблем с головой не могу я просто так взять и что-то сделать. Мне на это все уходит много времени, постоянно все оттягиваю, спорю сам с собой, а нужно ли это делать и так далее, и так далее. И в конечном итоге все это растягивается на неприлично долгий срок. Однако, рано или поздно я все-таки делаю то, что хочу, и делаю это обычно хорошо. К подготовке к этому ответственному процессу я подошел со всей присущей мне тщательностью, и для начала решил сделать фон для собачек и котанов. Конечно же, ты можешь этот момент пропустить, но мне просто хотелось сделать это чем-то особенным, поэтому я нашел на мусорке доски и по-быстренькому заколотил их в один вот такой фон. Потом, конечно, нужно его сделать немножко потемнее, потому что какой-то он очень получился светлый. Ну или регулировать это, конечно же, освещением. Но проще сделать потемнее, покрасить чем-то. Конечно, я понимаю, что лучше было бы взять, поставить два источника с двух сторон и равномерно подсвечивать животное, и выглядело бы это более журнально, что ли, и все было бы хорошо. Однако, животные как люди, а некоторые животные даже умнее и лучше людей, в которых я знаю, поэтому и подход к ним будет особенный. В данном случае я опять влеплю свою схему, которую я люблю, а именно основной источник света будет под 45 градусов, но чаще он будет даже более фронтальный. Ну и, собственно, рассмотрим схему этого всего. Мы видим здесь софтбокс 80 на 80 с двумя рассеивателями и сотами. Соты я использовал только потому, что раньше их не использовал, а хотелось. Может на это исключить. Здесь у меня моноблок NeverVision 4. Мощность его была все время примерно 1,8. Ну, точно 1,8. Расстояние софтбокса до объекта съемки обычно сантиметров 70, но, конечно же, у тебя будут другие данные. Здесь просто схема для таких же душных людей, как я, чтобы понятно было, как сделал именно я. Далее есть источник света, который будет подсвечивать шерсть сзади и так далее. Он расположен вон там сзади и светит, собственно, в контровом своем стиле на объект. Это вспышка Yongnu Eureken 568EX. Она работает в режиме светоловушки и мощность у нее была небольшая, 1,64. Понятно, что это не основной источник, ему нужно только чуть-чуть давать для объема своего света. Там одет рефлектор, он же горшок и рассеиватель. Рассеиватель можно не одевать, но я его одел, потому что на моем объективе надет дешевый светофильтр, и он любит ловить разные контровые засветки и давать неприятные блики. Поэтому я решил подстраховаться и сделать тот свет помягче. Опять-таки, это дело вкуса. Ну и видно, что расстояние этого источника 100 сантиметров до объекта. Расстояние для фона, как уже понятно, 110 сантиметров. Чем больше, тем лучше, фон будет более однородный, если ты хочешь, чтобы было как у меня, фон черненький. Также здесь я использую серебристый отражатель, потому что у собачки глубоко посажены глаза, и они черные. Собственно, чтобы они не сильно терялись вообще на фоне шерстки и прочего, приходилось подсвечивать отражателем. Это несложно. Одной рукой придерживаешь отражатель, другой фоткаешь. Собственно, можно при этом даже петь веселые песни. По сути, ничего сложного здесь нет, но еще раз говорю, я знаю, что ты самый лучший фотограф в мире и делаешь все лучше. Это понятно и так. Здесь мы с такими же, как я, людьми, которые всегда чему-то учатся и экспериментируют, обсуждаем разные приколы. Вот сегодня такая схема, я ею доволен. Высота источников, конечно же, по вкусу, будет зависеть от размеров собачки, так что тут нет никаких данных. Я снимал на Panasonic GX9 и сначала начал использовать Olympus 45 мм, но быстро перешел на Lumix 25 мм f1.7. Не знаю почему, но мне он понравился больше. Собственно, вот таких результатов я хотел добиться и я их добился. По настройкам выдержка 1.160, диафрагма f5, но можно закрывать и нужно побольше, ISO 200. Начинаем фотографировать как обычно, а дальше уже экспериментируем. Здесь и хозяин немножко поучаствовал, и просто песик был классный, послушный и умный. Так что получились даже разнообразные фотографии, хотя у нас не было никаких аксессуаров дополнительных и прочего. Просто песик на своих эмоциях, так сказать, вывозил всю съемку. Автофокус немного давал сбой, ему было сложно сфокусироваться на черных глазах. Возможно, если бы я включил подсветку автофокуса, было бы лучше, но я ее отключил. Ничего страшного, я сделал много снимков и отобрал самые лучшие, так что все отлично. Из минусов можно отметить то, что я не просчитал один момент, а именно, что желтый фон будет давать желтый рефлекс на собачку снизу. Его пришлось убирать потом в фотошопе, ну и собственно стирать желтый цвет с низа мордочки собачки. Такие дела, проводите свои эксперименты, кайфуйте как можете, а я пошел, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok